А часики-то типуют? Родился, женился. Помёр. Вроде мама, но эгоистка. Ну, а что делать? Жизнь у нас одна. Дал болзайку, дал лужайку. Ну да, ну да, ну да. Дети – это цветы жизни, но пусть они растут на чужом палисаднике. Это грустно. С целым выводком детей. Ай, давай второй, там и третий. Всем привет. Я Женя. А я Маруся. Мы очень рады, что вы смотрите нашу передачу «Я недоговорила». «Недоговорила». Да, где мы обсуждаем все на свете темы, спорим, удивляемся. И, конечно же, обсуждаем темы, которые никого не могут оставить равнодушными. Сегодняшняя тема, за которую мы решили взяться с Машей, называется «Я не хочу иметь детей». «Я нормальная». Ну, кажется, что тут обсуждать, да? Хочешь – имеешь детей, не хочешь – не имеешь. Хочешь – рожаешь, не хочешь – не рожаешь. Все. Передача закончена. Все, спасибо. Да, всем спасибо, всем свободны. Но не все так просто. Даниил Хармс написал. Травить детей, конечно, жестоко, но что-то же с ними делать надо. Это же мнение, это же сам Даниил Хармс, на минуточку, страх имения детей наравне со страхом боязни высоты, боязни замкнутого пространства и вообще боязни смерти. Вот такая есть тема среди нас, женщин. На самом деле это очень страшно рожать. Дорогие наши, если вам интересно, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу и хотите ли вы иметь детей. Женщина не всегда может решить, вот рожать ей или не рожать. Вот эти вот понятия, знаешь, ты обязана родителям, ты не женщина, если ты не мать. Да-да. В нашем обществе распространено вот это давление, вот этот стереотип, что ты, если ты не реализовалась как мать, ты не реализована ни как человек, ни как женщина. То есть просто какой-то есть момент обесценивания всего того, что ты, ну даже если ты родишь, да, потом, но получается, все то, что ты делала до, то, значит, это как бы не имеет смысла, не имеет значения, если ты не родила. Да, но есть прекрасный опыт и много случаев и историй, когда женщина справляется и с целым выводком детей, извините, что так называю детей, ну там их прям пять, а она бизнес-вумен, все может, летает, водит машину, детей воспитывает, сама бизнес-вумен, в общем, все прекрасно, да? Да, да, да. Есть ли другие примеры? Ну мы-то часто, например, в Инстаграме видим красивые картинки из счастливых мам, из счастливых детишек, и как все красиво, и как она успевает быть успешной женщиной. А через дорогу на соседней улице живет соседка, у которой точно так же пять детей, три высших образования, но она, к сожалению, не может свести концы с концами, да, сложно ей дается воспитание детей, одень, обуй. А вот что вы думаете по этому поводу? Может быть, вы думаете, дети это цветы жизни, но пусть они растут на чужом полисаднике, а? Пишите, подписывайтесь, эта программа я не договорила. Мы продолжаем говорить о тех, кто сознательно решил, я не хочу иметь детей. Вообще, это называется одним общим понятием child-free, знаешь? Child-free. Child-free, да. Ну что-то там такое. Это субкультура, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Вот знаешь, я смотрю сейчас, официально в Беларуси на 2019 год насчитывалось 1,7% людей, признавших себя child-free. И эта тенденция идет на увеличение. А если учесть, что это статистика за 2019 год, то я думаю, что, возможно, процент этих людей стал большим, потому что обстоятельства, так сказать, изменяются, они в лучшую сторону. Слушай, ну, когда мне было 18 лет, вообще вот это вот словосочетание «я не хочу иметь детей» воспринималось как, ну, как будто бы я психически нездоровый человек. Знаешь, был план. Как будто это какая-то не такая. Да, был такой план, понимаешь? Родился, женился. Помер. Да, перед тем, как помер, создал ячейку общества, семья под названием, и обязательно родил ребенка, понимаешь? Да. Женщину не спрашивали, чего хочет она. Да. Это факт. Меня поддержат женщины, которые со мной где-то примерно одного возраста. Эта программа я не договорила. Я тоже понимаю, что в нашем обществе принято это давление и некое обесценивание тебя как человека, как женщины, что вот если ты не состоялась как мать, то значит, ты не состоялась как женщина, ты не познала там самого главного, ты не состоялась как человек. Женщину рассматривают как машину по производству детей. Ну, я вижу это как-то так. Нет, я думаю, что, конечно, это исключительный опыт рождения ребенка, это исключительный опыт, но нельзя говорить, что то, что ты, как ты жила свою жизнь до рождения детей, то есть это все обесценено, это все было не то, и только вот когда ты случилась как мать, ты что-то там начала из себя представлять. Но мне кажется, вот это неправильно и то, что общество так активно давит на это. Кстати, к обществу. Ты знаешь, что в России вышел законопроект, который запрещает течение Child Free как таковое? Слышала? Нет. А почему? Ну, потому что это нарушает возможность демографическую историю страны России как таковой, а Беларусь, в свою очередь, берет дурной пример с восточных соседей и поддерживает ее в этом. Правда, законопроекта такого нет, но тем не менее они такого же мнения. Ну, я просто надеюсь на то, что уже как бы женщины все-таки приходят к пониманию того, что они вправе решать, что им делать, рожать или не рожать. У них есть эта свобода выбора, и они вправе делать со своим телом все, что хотят. Ну, ведь правда. Мне тоже так кажется. Вот что вы думаете, наши дорогие подписчики? Пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. Слушай, ну, мне кажется, борьба с Child Free – это борьба с витринными мельницами. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Да-да. Ну да. Государство уже должно, наверное, как-то не бороться с витринными мельницами или с Child Free, а наоборот как-то мотивировать, не знаю, мотивировать женщину рожать, нет? Ну, то есть создать какие-то условия, чтобы она чувствовала себя в безопасности, как минимум. Да, в первую очередь обезопасить, чтобы женщина спокойно жила в своей стране. Улучшить уровень труда, финансовую стабильность и веру хотя бы в завтрашний день. Да, это базовая, по-моему, потребность. Мне кажется, вообще с женщинами не надо бороться, да? Им надо помогать. Любить. Да, не надо с ними бороться, да. Отсоздавать им условия, когда они расцветают, превращаются в прекрасных, красивых богинь и рожают детей. Да, но обществу нашему всё равно не угодишь. Вот, знаешь, когда много детей говорят, вот она льгот захотела там, на квартиру, да, нарожала. Когда ни одного нету, какие-то неадекватные, да, чего они не рожают. Как в том анекдоте, знаешь, девушка приходит, ей 28 лет, она приходит устраиваться на работу, на собеседование. Ей отказывают, потому что боятся, что она забеременеет, уйдет в декрет, значит, работодателю это невыгодно. Она говорит, я child free, я там не буду рожать. Ну и всё, её тоже не берут, потому что она какая-то не такая. Вот и всё. Ненормальная, да? Слушай, ну я вообще заметила, что сейчас, ну даже в Беларуси, люди стали осознанно рожать в старшем возрасте. Ну да, эта тенденция вообще, мне кажется, во всём мире происходит. Ну, мне кажется, это неплохая тенденция тоже. Осознанное решение иметь детей. Ну да. Ну да, ну да. Ну да, да. Я хотела сказать, что бывает так, я даже сталкивалась с этим, что child free люди становятся потому, что у них не было детства. Потому что они, например, растили своих маленьких братиков или сестричек, или там двойняшек, я не знаю. Ну мама родила тебя, тебе исполнилось там двадцать, нет, четырнадцать, допустим, да, четырнадцать, а она принесла как бы весть, я беременна, у тебя будет братик и сестричка. И эти дети, да, они растят, получается, маленьких своих. Да, маленький папа, маленькая мама. И после этого они, ну так, не очень сильно хотят иметь своих детей, потому что, ну как бы уже там с этими пелёнками, подгузниками навозились в детстве. И такие, а пожить можно? Да, да. Спасибо. Я хочу попутешествовать, я хочу там мир увидеть, понимаешь? Эта программа я не договорила. Ну и вот давай разберёмся, почему всё-таки женщина не желает иметь ребёнка. Почему, почему? Слушай, ну вот мы с тобой обсудили семейные причины, да? Какие ещё могут быть? Ну, например, сосредоточение на карьере, да? Там личностный рост, посвятить себя себе, состояться в профессии. Ну, то есть какие цели, да? Да, да. Или вот, например, кто-то волнуется, из женщин волнуется за нашу планету, чтобы она существовала, чтобы с ней ничего не случилось. Потому что если она родит, что-нибудь случится. Обязательно. Перенаселение планеты случится, вспомни, как в кинематографе часто показывают детей. С другой стороны, фильм Омэн, помните фильм Омэн? Там же написано что-то про дьявола. Знаете, там посмотришь этот фильм, и если ты решил рожать до этого, то, мне кажется, потом ты передумаешь, задумаешься хотя бы, а что надо ли, понимаешь? Ну, вот такая история. Ну, чем не причина, да? Слушай, ну какие еще причины? Ну, мы говорили уже об этом, материальная нестабильность, мне кажется, это самая основная причина, по которой люди откладывают это решение. Потому что позволить себе ребенка, может, не каждый, это дорогое удовольствие, это большая ответственность, это, ну, то есть ты должен быть, ты должен стоять на ногах, чтобы дать своему ребенку все самое лучшее. То есть принцип «дал бог зайку, дал лужайку», он сейчас как-то, ну, перестает работать, он такой немножко попахивает инфантилизмом, да? Да, но с другой стороны, это же какая-то пословица, знаешь, народ сочнил эту пословицу, может быть, и там есть подоплека, может быть, и есть такая примета. Вот ты рожаешь, и тебе раз, и сразу как-то все. Может, надо не бояться, может, дорогие подписчики, может, надо не бояться и плевать на то, что там нестабильно, там страшно, там непонятно, что завтра. Ну, а что делать? Жизнь у нас одна. Может быть, нужно брать и не думать про это? Мне просто кажется, если вы хотите нам написать свою историю, почему вы не желаете иметь детей, да, пишите нам, это правда очень интересно, может быть, есть какой-то другой повод, который мы сейчас с вами, вот, с Машей не озвучили. Эта программа я не договорила. Опять-таки, свобода, гибкость, принятие решений, люди не хотят ограничений, да, в виде ребенка, они хотят, сегодня я там в той стране, завтра в этой, сегодня я делаю то, завтра это, и как бы жизнь для себя, скажем так. Да, абсолютно верно, или, например, еще, мне кажется, тоже как причина, нежелание брать ответственность за воспитание целого человека, что, ну, не хочу. Ну, или, знаешь, опять-таки, я уже повторюсь, вот это давление со стороны общества вызывает обратную реакцию, вызывает отторжение от этой мысли, то есть как некий протест, что все давят, типа, ты должна, должна, нет, я не должна, нет, я не буду. Да, ну, вообще никто никому ничего не должен, слушай, ну, а еще есть причина такая, очень, наверное, физиологического такого рода, это когда женщина родила одного ребенка и все сказала, вот это вот мне, пожалуйста, больше не надо, я вас прошу. Да, у меня, кстати, есть такой пример подруги, да, там, ну, то есть еще, может быть, тут и физиологический, и медицинский вопрос, когда, например, сложные роды, сложное вот это вот там вскармливание, эти бессонные ночи, это настолько травматичное, что женщина говорит, нет, все, я не готова никогда вообще, просто никогда больше. Ну, а потом, на самом деле, потом иногда рожают, потом, ай, давай второй, там и третий. Слушай, это как фильм «Чужие», да, наверняка его все смотрели, ты помнишь, когда это жуткое создание, она должна была там выносить, родить, и она в конце концов его там решила с ним покончить и выбрала, кого, ты помнишь? Нет, кого. Слушай, ну, такая аналогия, да, возможно, она и закладывается, но в том смысле, что как «Чужой», это как эмбрион, который, то есть это как физиологический страх, что внутри тебя жизнь, и она тебя пожирает изнутри. Вот, 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 вот. Это, представляешь, как загнались создатели этого фильма, да, и какое, видимо, либо у сценариста, какой ужас от понимания вообще того, что такое деторождение. Ну, такое тоже бывает. Либо Чарльд Фри увидели этот фильм и увидели этот смысл у него. А, может быть. Может так? Что думаете вы по этому поводу? Хотите ли вы рожать второго ребенка? И сколько детей вы вообще, в принципе, имеете? И, может быть, вы можете что-то посоветовать тем, кто сомневается, рожать или не рожать, либо вы категорически против этих родов, да, и вы как раз-таки решили посвятить себе. Пишите, пишите, пишите комментарии, мне правда интересно, мне правда интересно, а Маше тем более. Ну, да. Но я думаю, что самая главная наша, ну, не знаю, самая главная мысль в том, что женщина должна сама принимать такие решения такого рода, какие, вот мы в предыдущей там передаче говорили о решении, например, аборта, да, то есть таки здесь, это такие решения, которые должна принимать сама женщина, и никто не вправе давить на нее, указывать ни законопроекты, ни общество, ни даже близкие люди, потому что какое-либо давление, это есть форма насилия. Поэтому я за то, чтобы все было классно, все любили друг друга, и дети рождались в любви, и осознанно. И было право выбора осознанного. Слушай, ну, бывает же и наоборот, люди были child-free, а потом что-то там произошло, я не знаю, встретили человека достойного, полюбили его, материальная стабильность пришла, и решили заводить детей. Среди, кстати, даже известных людей много таких историй. Джордж Клуни, допустим, Энгеборг Дабкунайте. Наоми Кэмпбелл, по-моему, так. Да, 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 да. Ну, либо передумали просто люди, просто передумали. Ну, решили. Хочу маленьких карапузов, хочу, чтобы они бегали по квартире. Ну, а кто-то и остался в своих убеждениях, да, то есть я, например, знаю, что Саманта из секса в большом городе, Ким Кэтрелл, актриса, она в жизни предпочитала не рожать и открыто заявила об этом. Слушай, ну, легенда Джаред Лето, замечательный человек, он просто открыто сказал, что посвящает эту жизнь себе. Ну, тоже нормально, по-моему. Мне кажется, хорошая, главная правда, да, человек так решил. Слушай, ну, бывает ещё и по медицинским показаниям что-то происходит, когда человек отказывается рожать детей в силу некого заболевания. Из вот Кайли Минолк, она, не помню, правда, в каком году, по-моему, где-то в 13-м заболела онкологией, у неё был рак груди, и она тоже официально заявила о том, что она больше не хочет иметь детей и не будет их иметь. Вот. Потому что она перенесла эту тяжёлую болезнь и подумала, что она этого не выдержит, или потому что там может сказаться как-то на ребёнка? Да, причин много. Либо она не уверена в том, что сколько лет она проживёт, это первая причина. И вторая причина, что будет ли здоров её ребёнок. Это грустно. А ещё есть хорошая причина, это такая знаменитая актриса, которая умерла в возрасте 97 лет, Кэтрин Хёберн, она прям так и написала. «Я никогда бы не имела детей, потому что я эгоистичный человек». Ну, правда, продолжила она, эта причина никогда не останавливала других людей. Понимаешь? То есть эгоистов никогда не останавливала? Да, что эгоисты тоже бывают папами и мамами. А вы что думаете? Вы-то сами эгоисты. И пишите, оставляйте ваши комментарии. Мне кажется, когда ребёнок рождается, ты уже не можешь быть эгоистом, даже если ты до этого был таким эгоистом, то он рождается, и ты уже должен себя посвятить ему. Маша, можешь, можешь. Ну как? Ну я вот, пожалуйста, сижу тут вот вроде мама, но эгоистка. Вот если лежит последняя конфета, я не буду думать о том, кто из моих дочерей, кому надо остаться. Ну так у тебя взрослая дочь, а не маленькие-маленькие. Да они маленькие были. Я приходила, лежит конфета, я съела, мама, где конфета? Нету конфеты. Вот она здесь у меня, в животике. Вот такой. Ну вырастила же всё-таки. Ну класс, круто. Ну вот такая я мать. Не мать, а ехидна. Ну что сделать? Так классная ты мать, что ты говоришь? А мне вот интересно, а ты как? Какую ты позицию занимаешь? Может быть, ты как раз из чайлдфри? Женя, поделись опытом. А может быть, ты взяла плохой пример с нашего общества, который хочет мне капать на мозг и говорить, а часики-то тикают? Выбирай. Слушай, ну есть разные причины, да. Хорошие, плохие? Нет, хороших нет причин. Только плохие. Хорошо. Значит, вот-вот в полку чайлдфри прибудет. Нет, не прибудет. Слушай, ну рожать или не рожать, мне кажется, это дело самой женщины. Да? Тем более мы уже, кстати, говорили с тобой на такую тему, да? Мое тело, мое дело. Ну, в выпуске про аборты. И главное, не лезьте к другим людям, мне кажется. Вот родили вы, счастливо живете, но не докучаете, не доставаете своих подруг тем, что они тоже обязаны рожать. Может быть, у них совершенно другая планида, и они совершенно по-другому хотят провести свою жизнь на этой планете. Ну или наоборот, если ты там убежденный чайлдфри, да, то тоже не стоит навязывать свою точку зрения. То есть каждый волен делать то, что считает нужным. И главное, чтобы никто не давил ни близкие, ни общество, как у нас любят, да? Еще раз повторюсь, не тем более государство на твое решение не должны как бы оказывать давление. Вот, ну да. Женщина сама его приняла, сама решила и просто силы сделала. Да. Ну да. Ну да. С вами были Маруся и Женя. И наша передача... Я не договорила... ... ... ... ... ... ... Субтитры подогнал «Симон»